Доброго времени утра, друзья! Недавно мне в инстаграме написала подписчица и попросила ей помочь разобраться сразу с несколькими вопросами, которые вы сейчас видите на экране. В одно видео это всё не уложить, и даже в два. Поэтому здесь я покажу лишь один из способов превращения 3D-модели ZBrush в полноценный концепт, рендер и иллюстрацию. Рендер с помощью кейшота и Substance Painter я покажу в двух отдельных видео на своём новом канале, посвящённом именно ZBrush и скульптингу в целом. Поэтому если вам интересен ZBrush, подписывайтесь на мой новый канал, где будут бесплатные уроки, таймлапсы, стримы, разборы и, конечно же, 3D-печать. А мы едем дальше. Итак, мы закончили лепить модель, и у нас есть сразу несколько сценариев в зависимости от наших целей. Если вы хотите засунуть вашу модель в игровой движок, вроде Unity или Unreal, то предстоит ещё довольно много работы. Я подробно показывал pipeline в этом видео. А вот если вам нужна модель под overpaint, иллюстрацию или концепт, то сценарий будет довольно-таки короткий. Для начала определитесь, как и где вы хотите текстурировать вашу модель. Потому что можно покрасить её через полипейнт, прям в зебре. Но лично мне этот вариант симпатизирует только для сильно стилизованных моделей. Для реализма как-то он мне не сильно заходит. Если вы хотите красить Substance Paintery, то вам понадобится сделать ретопологию и её развертку. Наконец, вы можете вообще ничего не текстурировать, сделать рендер в кишоте или в самом зибрыше и раскрасить его в фотошопе, что, собственно, и будет называться оверпейнтом. Если вы решили покрасить зибрыши, то сейчас самое время. Дальше будет уже поздно. Кстати, если хочешь научиться создавать классных персонажей для игры кино, могу порекомендовать курсы от TXWZ School, на котором сам обучался год назад. На этом курсе ты начнёшь свой путь к профессии художника по персонажам. В процессе работы над собственным проектом ты научишься не просто создавать красивую картинку, а изучишь весь цикл создания персонажа целиком, так, как это делают в крупных студиях. За полгода ты научишься всем этапам создания персонажей и необходимым программам. Узнаешь, как оформить модель персонажа, чтобы она стала твоим козырем при трудоустройстве. XWZ это более 90 тысяч студентов и менторы с большим багажом знаний, работающих в таких студиях, как Blizzard, CD Projekt Red и Ubisoft. Это множество дополнительного материала и доступа в закрытый Discord с учениками и спикерами курса. Лучшие студенты школы уже работают в таких компаниях, как Ubisoft, CyberMy.com и других. Активируй промокод UARTALASKIPLUS и получи скидку до 40% и целый месяц подписки XWZ+, которая откроет доступ к 30 дополнительным мастер-классам, а при продлении еще 15 каждый месяц. Все ссылочки в описании. Слушай, давайте начнем с overpaint. У нас здесь довольно-таки много объектов, поэтому это будет сделать не так просто. Лишнее сразу удаляем, чтобы не путаться. Взяли даже создать папку и сохранить на отдельный документ. Пока что обойдемся просто папкой. И переносим все наши софт-тулы в эту папку. Далее эту папку нам надо просто продублировать. Прячем. И сразу переименовываем, чтобы не запутаться. Теперь я продублирую самые крупные объекты. В моем случае это торс. Ну в принципе это практически весь персонаж. А в вашем случае это может быть отдельно голова, отдельно торс, какое-то оружие. В общем любые элементы, которые занимают большую часть персонажа. На этом элементе мне нужно применить зеремешер. Но сейчас здесь полтора миллиона полигонов и зеремешер будет думать очень долго, может вообще повиснуть. Поэтому я обычно применяю динамеш, но так, чтобы полигонов стало меньше, а не больше. Поэтому значение уменьшаем. Вот этого будет вполне достаточно. 100-150 тысяч, ну плюс-минус. А то, что вся детализация слилась, это вообще не страшно. Нам нужны именно общие вот эти формы. И теперь можно применять зеремешер. Так, мы получили лоу-польку на 13 тысяч полигонов с лишним. И в принципе даже она сама по себе неплохо смотрится. Что мы делаем теперь? Через Ctrl-D добавляем сабдивов, либо через панельку геометрии. Нажимаем здесь девайд несколько раз. У нас было примерно полтора миллиона полигонов, но сейчас стало три с половиной. В принципе можно было остановиться и на 800 тысячах. Хотя нет, если видны вот такие вот границы полигонов, то лучше добавить еще. А уровни сабдивов мы не стираем ни в коем случае, они нам будут очень сильно нужны. И теперь нам нужно спровоцировать всю детализацию с этого объекта на наш новый. Поэтому мы прячем все остальные объекты и делаем видимыми только эти два. Переключаемся на наш новый, который вот такой размазанный. И переходим в панельку Project. И нажимаем Project All. Это тоже обычно занимает времени, в зависимости от мощности вашего компьютера, может занять несколько минут. Поэтому в этот момент лучше ничего не трогать, даже мышку, даже не дышать на нее. Отличненько, все у нас спровоцировалось. Давайте посмотрим насколько хорошо. Хорошо. Прячем оригинал. Артефактов никаких не видно. А если же у вас на модели будут появляться какие-нибудь вот такие вот плеши, например, то просто в параметре дистанции поставьте значение побольше. Это как раз параметр, который отвечает за расстояние, на котором детализация с оригинала будет проецироваться на вашу новую модель. У меня есть материал. Возможно придется немножечко подрегулировать, добавить немножко деталек. Но у меня здесь изначально была не слишком большая детализация. Включаем обратно все наши элементы. А если на них тоже много полигонов, то их желательно тоже уменьшить. Но на каждые вот эти вот элементы применять подобную операцию, это сильно накладно по времени. Поэтому здесь вполне можно обойтись обычным Decimation Master. Мы прячем наш основной элемент, наш основной sub-tool. И в Decimation Master нажимаем Pre-Process All. Он будет действовать на все видимые sub-toolы. Забавная мордаха. Отлично. Так как полигонов на них на всех немного, он справился довольно быстро. И теперь мы просто нажимаем Decimation All, чтобы все эти элементы уменьшились по полигонам в раза в 3-4. И он у меня благополучно завис. К счастью получилось сбросить операцию через Escape. Поэтому есть Decimation All. Переходите на каждый sub-tool и нажимайте Decimation Current, чтобы обработать конкретно выбранный. Итого у нас было 75 тысяч полигонов, стало 15, а внешне он не изменился вообще никак. То же самое проделываем с остальными. Вот на языке уже видна вот эта вот сетка, поэтому в процентах здесь ставим значение побольше. У нас готова моделька для того, чтобы мы начинали делать позирование. А лучше всего для этого воспользоваться плагином Transpose Master. Нажимаем T-Pose Mesh. Как видите, здесь у нас переключился на нижний уровень sub-div, потому что High Poly модельку двигать очень-очень муторно. К тому же это выглядело бы неестественно, нам было бы очень неудобно и вообще довольно-таки грустно. С лополькой мы можем совершенно спокойно двигать нашего персонажа как нашей душе угодно. Обратите внимание, что поле группы здесь сохранились и Ctrl-Shift и его кнопка мыши на нужную модель, Ctrl-A, чтобы сделать маску и мы можем также двигать их отдельно. То есть с этим никаких проблем нет. Разделять модель на Subtool я не рекомендую, алгоритм может сработать немножечко неправильно, когда будет собирать все это дело воедино. Поэтому сейчас удерживаю Ctrl, выбираем лассо. Можно даже включить симметрию для удобства. И для начала поверну ему шею. Обязательно растушевываем маску, порой даже довольно сильно растушевываем. На этом симметрию можно отключить и немножечко подровнять. Что касается рук, я их изначально делал близко к телу, поэтому как-то их сильно разгинать и поднимать. Идея очень и очень нехорошая. То есть он изначально для этого не задумывался. Будут получаться вот такие вот подтянутости и как бы это нормально. Но нам этого не нужно. Поэтому единственное, что я здесь согну, это предплечье. Вместе с кистью немножко будут разворачиваться и сами мышцы предплечья. Когда вы закончите позировать, выбираем обратно зип-плагин и нажимаем типо сапту. Возможно, нам придется подкорректировать некоторые моменты. Теперь надо расположить нашего персонажа так, как он у нас будет, собственно, выглядеть на иллюстрации. И так как у меня здесь достаточно большой размер документа, гораздо больше, чем помещается в рамку, то самый правильный вариант сейчас будет настроить размер. То есть вот такой вот размер документа. И вот под него мы уже подстраиваем. Можно менять значение перспективы. Теперь самый быстрый способ перенести это в Photoshop, использовать специальный плагин ZBrush to Photoshop. А здесь оставляем BPR, DEV, Polygroup ID, оставляем Speclore и обязательно включаем Ambient Occlusion Path. Также нам не помешает посмотреть разные источники света. Промахнулся. Саптул ID. Наконец нажимаем Send to Photoshop. И он пишет, что Photoshop у меня не найден. Поэтому нам нужно найти путь до Photoshop на вашем компьютере. Обычно она располагается в Program Files, либо Program Files x86. Но я так понимаю, и там, и там. Но нет, не угадал. А вот теперь можно начинать делать магию. Для начала выберем подходящий источник света. И кажется, верхний самый актуальный. Давайте на нем остановимся. Попробуем еще разные режимы. Этот мне нравится больше. Добавляем паз глубины. И его переводим в режим наложения в мягкий свет, либо перекрытие. Я обычно выбираю мягкий свет и немного уменьшаю непрозрачность. Наконец, включаем спеклор. Его, по-хорошему, нужно будет уводить в маску. Эту маску инвертировать через Ctrl-E. И ластиком мягким уже рисовать эти блики там, где они нужны. То есть на более таких гладких поверхностях. Ну, либо на более мокрых. Наконец, можем начинать его красить. Хотя бы базовыми цветами. Я обычно для этого создаю карту градиента. И чтобы он красил только то, что нам нужно. Мы как раз воспользуемся вот этим вот пазом Subtool ID. Включаем его. Можно даже вынести наверх, чтобы было удобнее с ним работать. И так как мне нужен сейчас именно Subtool тело, я просто волшебной палочкой выбираю этот свет. И на карте градиента, на ее маске, я его вот так вот закрашиваю. Вот, ну, по сути, эту маску теперь надо инвертировать через Ctrl-E. Что касается градиента, его тоже неплохо бы инвертировать. И через все эти кузунки очень удобно регулировать покрас модели. Теперь для рогов можно создать отдельную. Но сначала на Subtool'е мы выберем маску. Выделим ее. Можно даже выбрать зубы. Если элементов очень много, просто убираем смежные пиксели. Снова прячем. Создаем еще одну карту градиента. И у нее уже эта маска как раз таки будет активна. Совсем забыл про нижние зубы. Снова переходим на маску и просто ее заливаем. Либо белым, либо черным. Наконец, нам осталось сделать только вот эту часть. Они будут примерно одинаковые по цвету, поэтому можно их в одну маску выделить. А вот нижняя Subtool'а у нас в маску не добавился, почему-то. Но ничего страшного, это можно просто переключиться на маску. И кисточкой уже самим нарисовать ее. Ну и, наконец, глаза. Не забывайте, кстати, сохраняться. Плюс в том, что вы можете сделать быстро несколько вариантов, просто продублировав карту градиента и применив на нее какой-нибудь другой градиент с другими цветами. Наконец, вы можете экспериментировать, смешивая эти самые карты градиента, просто изменив маску. Например, взяв ластик и в определенных местах ее просто вот так вот стирать. Используя режимы наложения, например, тот же мягкий свет, либо перекрытие, но обычно мягкий свет. И используя уже готовую маску с предыдущего пасса, к которому мы закрашивали полностью всего персонажа, просто удерживая Ctrl нажимаем на маску и она у нас сюда продублируется. Чтобы ее спрятать, нажимаем Ctrl H. Возможно, несколько раз. И теперь мы уже за пределы персонажа не сможем выйти. Опять же, берем мягкую кисточку, берем какой-нибудь цвет, например, такой синеватый, и добавляем еще каких-нибудь оттенков. Также я обычно добавляю новый слой с режимом наложения перекрытия и большой кистью, просто белым цветом, делаю акцент именно на лицо персонажа. А взяв более темный цвет, черный слишком сильно будет зажимать, а вот темно-синий, либо темно-серый, самое то. Опять же, используя маску, сделаем что-то вроде дополнительного объема. Уже, в принципе, получается довольно прикольно, но, конечно, еще есть над чем поработать. Следующий слой уже будет на ваших художественных навыков. Обычно беру какую-нибудь текстурную кисть, включаю режим наложения, либо линейный осветлитель, либо осветление основы, и здесь такой момент. Когда режим кисти стоит на осветление основы, он будет освещать только те моменты, где мы рисовали. То есть, каждый новый штрих будет вот так вот увеличивать степень наложения. Так как мне нужно сразу рисовать по персонажу, просто нажимаю Ctrl-A, чтобы выделить все, спрячем фон на фон, у нас здесь, в принципе, я ни к чему. Окей. Нажимаю Ctrl-C, Ctrl-V. И как бы у меня здесь уже один-единственный слой, на котором все предыдущие слайки уже применены. И уже на нем буду творить всю вот эту дичь. здесь я немного доработал лицо, потому что на нем как раз у нас весь фокус. Все остальное можно, в принципе, и не трогать. Далее новый слой уже в обычном режиме. Просто буду подрисовывать, уточнять какие-то детальки. В общем, это уже совсем такая мелкая детализация. А наконец, я просто добавлю сюда немножко текстурок и резкости. Самый простой способ добавить текстуру, это найти ее где-нибудь в гугле. Нам подойдет практически любая, потому что мы будем накладывать ее очень и очень простым способом, без каких-либо заморочек. Просто вставляем сюда, перекрытие, и насыщенности убираем в минимум. Так же, как и непрозрачность, просто добавим ее на некоторые участки. А теперь уводим это в черную маску и так же мягкой кистью либо мягким ластиком в нужных местах немножечко их вырисовываем. Наконец, я снова нажимаю Ctrl-A, чтобы выделить все. Ctrl-C, чтобы скопировать, и Ctrl-C, чтобы вставить. Далее переходим в фильтр, другое, краевой контраст. И здесь сделаем так, чтобы черты нашего персонажа еле-еле виднелись. Теперь выбираем здесь перекрытие и дублируем еще раз. Теперь персонаж будет выглядеть чуть более четким, но опять же, нам не нужно, чтобы эта четкость была абсолютно везде. Поэтому держу Ctrl-C, я эти два слоя выбираю, добавляю папку, создаю маску инвертирую ее и по той же схеме мягким ластиком делаю там, где эта резкость нужна. То есть на лице и возможно в области рядом с ним. Мне в принципе с этим уже можно закончить. А так, здесь можно делать еще очень много всего, буквально до бесконечности. Просто решите для себя, когда уже вам хватит конкретно с этой работой. Последний штрих, который я обычно добавляю, это RimLight. Его можно добавить даже с помощью того же ZBrush, просто добавив сюда материал Outline, либо Outline Scene, чтобы получить вот эту тонкую обводку. Но здесь уж она слишком тонкая, а вот здесь она слишком толстая, что опять же мне не сильно нравится, но что-то отсюда вытащить можно. Убираем отсюда все, кроме BPR и отправляем в Photoshop. Просто перетаскиваем слой с BPR и выбираем либо осветление основы, либо линейный осветлитель, либо просто экран. Вводим в черную маску и точно так же ластиком прорисовываем этот свет там, где он нам нужен. Я просто подрисую их вручную. Режим наложения осветления основы, либо линейный осветлитель. Свет берем какой-нибудь голубовато-белый и в некоторых местах по контуру им проходимся. Как я говорил, дорабатывать арт можно бесконечно долго, но я решил остановиться на этом этапе и будет клево, если вы лайкните его на моем артстейшне. Но будет еще круче, если вы также поставите лайк этому видео и подпишитесь на мой канал. Конечно же не забывайте про новый канал по зиброшу. С вами как всегда был Арталаски. Пока!